Говорит о том, что если круги будут уходить направо, то, возможно, ликвид будет еще попроще. Хотелось бы, ну, ребят, ну, третий матч на сегодня. Давай, круг направо. Как тебе самолеты, Дэнджи? Я ставлю на левый круг. Самолет такой же, по сути, как и был у нас в прошлой и позапрошлой карте. Ну, мало что меняется. Снизу все время гуляет. Слишком далеко у нас ясная, камешки, северный. Смотрим на раз... Смотри, Альянс, здесь же Атлантис, здесь же Сингулярити. Сингулярити, куда у нас падают, также падают на свой спот. Ну, левая часть, реально, сейчас очень популярна, и большинство коллективов уже, те, которые понимают, что их спот слишком далеко, падают. Просто в самом начале дропаются на желтые дома, которые есть вдоль берега, дропаются на какие-то вот маленькие пристройки, которые можно подлутать на эти луты. И вот с самым минимальным минимумом лута, который вообще может быть, там чуть-чуть не дробовики у некоторых остаются, мы видели, на ней пытаются разыгрывать. Ну, а Фейзы вместе с Ликвидами? Или нет? Смотри, что делают Ликвид. Обрати внимание, что Ликвид ибится. А, он просто нашел транспорт. Очень нормально, на своих позициях парни. Я думал, они просто... Там же зона, там же зона, призн-центр, друзья. О, ну ладно, тут уже... Хорошо, ряд. Иногда, иногда бывает, вот и счастье для команды, фейсмейт с Ликвидами, прострелы от методов, пытаются сбить они летящего вниз, но это только потеря времени. Так что лутаться лучше дальше идти. Можно и минус сделать, но далековато где-то находился парашют, но такие вот жесткие шеты пытался сделать игрок. Сложно дистанцию в небо сориентироваться. Какая дистанция? По размеру парашюта. Очень, очень, очень. Ну, только, наверное, если бы был прицел... Да, просто большая дистанция была. Только если бы был прицел ПСО с винторезом можно было по человеку определить. Буквально пару раз на чемпионатах было, что ты прыгаешь, у тебя лежит минька, X4, патроны, и ты просто так хватаешь, и вот так вот голова наверх, и там просто счастье. Парашют из X4, ты просто рвешь. Просто вот реально дистанцию очень сложно определить. Это надо вперед дистанцию и наверх. И вы считаете... Да, без прицела, конечно, сложновато. Ладно, друзья. Понимаю этого. Теперь вопрос, как команды с левой части карты, все, кто находятся в западной части этого острова, как они будут переезжать. И, конечно же, в первую очередь поговорим про лидеров этого чемпионата. Это Welcome to South Georgia. В общем-то, они на своей позиции лутают Джорджик. Причем весь Джорджик отбили себе и госпиталь, и центральные шоколадки, и, в общем-то, и на пляже находятся ребята. Red Zone вокруг них лутают, но, по крайней мере, забрали тачки. Гиганты забрали себе Верхний Георгополь. Находятся также там в соло. Метод в починках. Тут тоже все хорошо. Grow Up с Приморской четко должны выезжать. Просто по над берегом должны проехать ребята и никого не должны там встретить. Роги также уже планируют небольшое отступление. Liquid только сейчас приехали в Ясную Поляну. Долго мчали ребята, но зато уже у всех есть транспорт. Ну и кто-то где-то что-то уже успел подобрать однозначно. Ну и смотри, по-прежнему этот выход от Рогов 3-1. Не понимаю я этого. Честно, вот не понимаю, почему они продолжают дропаться. Там один набомжать внутри в нормальный спот. Перестраховываются. Ну план такой, чтобы на всякий случай, чтобы не было засады. Почему нет плана взять лодку? Почему? В основном круг возле воды. Ну если нет проблем с переездами, зачем себе что-то придумывать, если тебе там нет соперников? Так нет, они наоборот придумали, потому что есть проблемы. Берешь лодку, проблем нет. И лутаешься нормально, все с хорошим лутом будут. Ну знаешь так, напряжение хороший разведчик. Там команда не падает вот в этот спот перед мостом целыми. Да, ферри пир бывает, но если у тебя опытный игрок на этой позиции, он там все заметит, успеет отойти, соберет дополнительную информацию поближе к Рогу, если что, если зона будет с этой стороны. Но теперь, конечно, очень интересно, как Роги будут действовать, когда им нужно уходить направо. Вот то, что будет делать их разведчик в левой части, где он сейчас по сути, ну как бы нужен, но не так сильно. Он сейчас, скорее всего, должен отлутать, быстро взять тачку и уезжать направо, возможно, по своей части. Да ему надо идти к команде, я думаю. Идти к команде сначала в Сосновку, да, уже потом собираться и какой-то регрупп устраивать. Потому что по берегу там можно уже нарваться. Да, там, например, борс, который падает на желтые дома. Там дальше иногда могут быть сингулярити, которые вообще внезапно бегают по всей карте. И ты попробуй раз на раз попади в точку, где они на какой-то спот упали. А что там у фейзов мы только что увидели? Ну, видели, что никого нет, видели, что команда лутает, все хорошо, причем зона близко, никуда бежать не нужно. И, в общем-то, это хороший шанс. Вот как раз мы говорили про интригу, говорили о зонах. Вот сейчас тут самый шанс, когда фейзам и ликвид нужно показать себя. Ну и, конечно, фейз, хотелось бы в первую очередь, наверное, поболеть за команду фейз. Я обожаю ликвид, любимые игроки, но фейз, ну, одни из любимых есть еще. Наши команды, конечно, снгшные. Наши вне конкуренции. Да, да, да. Но фейз все-таки могут сейчас вернуть интригу и реально побиться за топ-3. Это будет очень интересно, если последние два матча будут суперважной интригой происходить именно битвой за выход на ландфинал. Ну, а Берлин, вообще, я уверен, что это будет замечательный чемпионат. Правда, до конца не знаю организации, которая проводит сам финал. Они не так часто у нас проводят в Европе, там в СНГ чемпионат вообще, по-моему, не проводили ни разу. Ну, я думаю, вот забыл название, мне вот недавно говорили, но, опять же, у нас они очень мало. Не ESL, опять же, не StarLadder, нет, 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 совершенно какой-то другой организатор будет. Вроде бы как. Удивительно. По предварительной информации. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему. Ну, бывает, организатор другой, но делают все те же парни. Так что это тут не факт, знаешь. Да, возможно, будет какой-то там, как говорится, подрядчик, суподрядчик и так далее и тому подобное. Может быть, организатор ТАФа, а по итогу делают ESL, да, так что такое бывает. Да, по итогу пашет дед, да. Ну что, дробчик, друзья, МК-14, конечно, третий набор, все там хорошо. Потеряли кого-то мы из команды One, но, по идее, тут все должны пока еще выживать. 77 игроков на карте, вот троих мы где-то потеряли, возможно, кто-то не прогрузился. Возможно, уже несколько фрагов. Да, нет, прогружаются все. Переездов было. Это вот как раз Атлантисты потеряли своего парня, который подъехал к Лайонсам, тут Дженс Баддин, что ли? Нет, нет, уже потянулись ликвы. Люди очень быстро, смотри, ликвы очень быстро подлутались и сразу идут споты, идут занимать хорошие позиции. Тем, где они продолжают принимать своих оппонентов, это возле школы. Южный Жоржик вообще пострадал. Это на руку Фейзан. Это они на переезде здесь, получается, как-то отъехали. Да, просто разведчик сейчас отлетел. Ну что же, мотоцикл мы видим, он катится вниз. Окей, за ликвы нужно посмотреть, потому что ребята не очень долго лутали. То есть они сейчас пожертвовали своим лутом ради какой-то хорошей позиции. Очень интересно, куда же там смещается команда Ликвита и что же они решили занять. На Мэншин, Лес, там, кемпики возле Мэншина. Вот я сейчас смотрю на карту. Но пока еще в машинах приходятся ребята, переезд от Рогов. Ну что же, Борс. Был шанс. Тут всего лишь два игрока, не было хэдшота. Поэтому он такой шанс забыл, но он небольшой. Бланки также, по идее, сейвова проходят уже в лоу-граундах. Немножечко спалился Рафи из команды One. Ну и начинается, начинается, конечно же, смещение. Что тут метод никого не зацепит? Нет, Рог проезжает рядом. Здесь все спокойно. Что по луту М24, 8Х тут есть. Все неплохо у методов команды Piro. Да, ну и нам на самом деле интереснее больше всего это вот противостояние фейзов. Да, и кто быстрее вылетит? Фейзы, либо Ликвиды, Кнайты, либо парни из Саус-Джордж. Но они въезжают сейчас, посмотри, на парни из Жарки, неплохо принимают, хорошо нажимают по УАЗу. Очень мало КП остается у игрока. И у самого дачи не смогут ли добить, принять до конца. Да, смогли! Ну наконец-то я думал, ну как же так, прям уже в упор просадит соперник. Нету Нока, но одного зацепили. Остальные, конечно, промчали, вряд ли будут драться, поедут дальше. Но скажут им, ну что, прости. Да, драться и не за что. Дружище в такой ситуации, да, там и позиции, и лоу-граунд, и в движении команда находится. Лучше уже оставаться втроем на капли. Ну и братик погиб сразу, так что, да, не подраться никак. На Атлантисов, на Ноколе здесь. Ой, засада на мосту, ты посмотри, что происходит. Ой-ой-ой, ребята, на баги пытались вдвоем проехать. Ну и понятно, чем эта история закончилась. Один хороший пулемет, один неплохой зажим. Пару в кам, пару в кам. Сингулярити, смотри, сейчас по голове она стреляет, слишком открыто стоит. Парень, так, хэт-хэт-хэт-хэт, нет, не засчитывает. Засчитывает сейчас, залетает от Сингулярити. Ну, по концовочке, да, уже дотюкал. Ой-ой-ой, это ситуация, когда ты кемпишь мост, и еще у тебя и кильчик воруют. Нет, не воруют кильчик. Сейчас, по-моему, и воруют и кильчик, и тебя еще. И, да, и кильчик своровали, там, смотри, какие-то смоки уже раскрылись, возможно, будет халпа. Халпа идет, но там далековато находятся игроки, если честного, возможно, и не спасут. Могут, могут спасти. Просто вылетает на морозе. Я спасу тебя, дружище, нужно перезарядить крючок. Ну, а так, конечно же, еще и не получить хэдшот было желательно в этой ситуации. Вот сейчас кто-то был бы с Эмкой недалеко, с четверкой, это вообще бы разорвал, наверное, часть. Мы видим Ликвид и Фейс уже рядышком друг с другом. Ну, не так далеко, там метров 100-200 между командами. Скорее всего, знают друг от друга уже. Да, Ликвид занимают горку, недалеко от Призона. Ну, и Фейс, кемпинг под этой горочкой. Здесь МХА, здесь Хак Сет, чуть-чуть дальше, ближе к воде, плюс два игрока команды Фейс. Также контроль от кемп, сингулярити. Ну, что же, Микас получает по голове, его добивают. И, в общем-то, там продолжается разборка в районе моста. Гиганты, посмотри, гиганты. Они там будут объезжать по часовой стрелке и заезжать аж под сталбер. У них суперсейв какой-то начинается. Они, в принципе, понимают, что тут на эти начальные драки лучше не влетать. Это такой круг дальний, да. И все знают, что в основном дропывается большинство команд сейчас на левую сторону. Они вот пытаются максимально дальним маршрутом выйти в круг и уже потом, скорее всего, с третьего круга входить в хорошую позицию. Ну, что же, здесь фавориты все-таки Ликвид и Фейс, они в этой ситуации просто моментально в центр сработали. Все-таки надеются на то, что зона будет оставаться именно в центре карты, никуда там по флангам не уходить. И сейчас очень важный момент для команды. Уйдет ли куда-нибудь обратно на горку, например, на лесопилку, зону, например, в ясную поляну, сейчас как сгонет и как всем обратно нужно бежать. Будет печально. Да, это особенно для лестников, которые там стартуют и которым нужно будет туда вернуться. Причем, которые не долутали до конца, бросили позицию и пошли сразу вот в этот вот вход, где сейчас находятся. Что здесь происходит? Сингулярити. Сингулярити будто рофлят. Им тут с каждой позиции дают какие-то прострелы. Они где-то становятся, где-то стоят, без движения игроки постоянно. Да, сплетятся по всей карте, вот как муравьи разбегаются. Тут какие-то вообще непонятные, сумасшедшие даже движения. Сингулярити. Без тимплея, я не знаю, там они без микрофонов играют, как так. Просто один поехал туда, один поехал туда, там постреляться, позакрывать, другой в лесу, там что-то делает. Ну, поссорились первый день, ладно. Ну, либо что-то действительно не идет вообще жестко. И только двое, смотри, вот двое вот там заехали, все спокойно в спот, клиповки. В чем проблема, почему так? Там сверху могут быть драки, там сейчас и Рудзон, и Гиганты заезжают, вот как раз мимо Ясной Поляны, видят друг друга, там Гавран уже по полю просто мчит от Ясной Поляны справа. Ну и, возможно, по нему постреляют. Но нет, расходятся ребята, Роуги перед дропом. С другой стороны мы видим, уже забрали дроп, МК-14, Мунгульф уходит обратно в Кемс. Сейчас из окна прилетит Юнку. Ну, нет, он уходит обратно за камень. А вот Фуфину может и прилететь. Вот право окошко. Ну, нет, не видит его игрок, там мешает дерево. И нет обстрела, все, разбежались. Команды, Ликвид начинают ехать, все, видимо, зона ушла. А что по кругу, интересно, раз такое... Мильта? Мильта Павер? Прям очень, очень быстро перемещаются ФС-ы. Смотри, данный МИТ, ну, значит, там центр круга или что? Возможно, не занимают скалы возле побережья, как вариант. Либо Лесопилка, либо Мильта Павер, друзья, судя по всему. Ну, Лесопилка, видишь, они уже проехали. Они реально идут на скалы. Нижние скалы. Так, верхняя часть круга, смотри, у нас ниже призана. Вообще объезжают, по-моему, там жестко. Сейчас посмотрим. Интересно. Пока, друзья, непонятно точно, что по кругу. Ну, покажите нам карту, пожалуйста. Ну, вот показываю тебе карту, смотри. Не, ну вот с этим, с зоной будет. Вот я вижу. Да, захотел, что. Так, посмотри. Ну, вниз, посмотри, меншин, вот край зоны, по крайней мере, верхняя часть. Мы видим, идет круг. Вот тут тоже край зоны идет. Значит, он ушел вниз. Действительно ушел куда-то в район. Где-то на Лесопилке он, получается, в центре. Судя по всему, да. Посмотри, начинается Мяска. Найтс. Тексас минус Фуффен. Первый нок пошел. Драка будет. Ну, судя по всему, судя по всему, неизбежно. Хотя нет, убегает. Убегает соперник Роуги. Уходит Найтс. Один Тексас тут остается. Его тиммейты уехали вообще, если честно, туда вниз. Ну, да, да. Лесопилка в центре все же. У нас там минус сингулярити. Не знаю, какие-то суперприключения у парней. Вот весь матч они где-то там гуляют. А, еще один живет. Ну, что же, ФСД пошли на спуск. Чуть ниже Лесопилки будут там на бревнах, на скалах как-то мансеваться. Сейчас посмотрим, как у них получится играть в своих позициях. Чуть-чуть повыше, по-моему, пошли Ликвид. Ну, вот пока еще в геймах, по ФСДу, драки. Давайте посмотрим. Ну, да, человек, кто выходит в фастфейс. И также МСА под спрей эти дамы попадают парни. Какой антитимплей. И теперь был у ФСД. То есть один не дал другому выйти. Тот спрейл не пускал своего тиммейта. И в свою очередь друг другу они не давали нормально стрелять. Потому что опасались, что кто-то сейчас вылезет. И в итоге оба попали под спрей просто от игрока. И просто беда. Самый обидный момент для Пупгера, для любого, наверное, кто часто играет 2 на 2, 4 на 4, чтобы такое произошло. Ну, это просто беда. Вроде было все классно. Дожимали соперников, поджались по дому, дали фраги. Близко к центру находится команда. Ну, все, по-моему, ФСД приехали на этом чемпионате. Смотрим Южный Джорджик. Ну, и, конечно же, Бэк Фром Жарки также находится. Так, я сейчас таблицу открою, чтобы нам точно понимать. Ну, да, если вот так же у нас будут сейчас лидеры Саус Джордж, Кнайты и Ликвид, то мы, скорее всего, попрощаемся уже с фейзами после этой карты. Вот она интрига. Вемки и Хаксет попадают в ситуацию, когда нужно вдвоем спасать вообще абсолютно все и каким-то чудесным образом выигрывать этот матч. Оставаться в живых на карте. Это будет просто крайне нереальная тяжелая задача для фейзов. Конечно же, будем следить за развитием событий. Смотрим пока что за Вардом. Южный Джорджик. Ну, в принципе, у ребят хорошая позиция. Все отлично. Что здесь апы бросать? Уже нужно мост, ребята, по рамкам. Как это переезжать? Тут нам показывают действительно очень важную информацию. Один уплыл. Ну, в общем, пацаны на мостоке. Где-то снизу. Держи в курсе. Спасибо. Уже пытаются мильту там окружить. Нападают. Растережность парней. Да нет, не допадают. Или просто отступают в свои позиции, потому что она ужасная. И все. Ну что же, решили по крайней играть. Борс. Ну что, Альянс как-то вообще сегодня не везет. Вечно приезжают, попадают. Какие-то замесы. Забегают. Постоянно в каком-то бутерброде. Да. Взрывают со всех частей. И взрывают еще даже. Ну, Альянс приехали, друзья, также. Весь чемпионат. Какие-то проблемы уже на переездах. И вот в которые игры не получается нормально заехать. Тимбон остается один. По-прежнему 20 коллективов. Но, учитывая, что 63 игрока. Учитывая, что там Сингулярити один. У Альянс один. У Фейзофф уже минус два. Многие лишились большинства игроков. Тут проблемы могут быть у игрока из Атландии. Он, по идее, сейчас внутри Шелтера. Информации пока по нему нет. Перемещаемся к Борсам. Вновь возвращаемся к парням из Жарки. Дружный Жоржик. Посмотрим, что здесь есть. Недалеко, кстати, есть соперник. Но не знаю, знают ли о нем парни или нет. Остаются пока что под Шелтером. Да нет, они воюют в виде Жарки. И все. Далеко край зоны. Там как раз в Атлантис находится. Крейзи Кейджмен. Вечно соло. Минус Альянс. Вечно ползает сам. Ну что же, гиганты уже с правой части проезжают. Кто-то улетел в скалы. Кого-то отстреливают. Просто на воду упал. Пойди туда вниз, да? Ну нет, он выскочить успел. Но момент был действительно веселый. Как Пенгаген Флеймс пытаются отстрелить соперников. Кстати, у самих позиции такие довольно сомнительные. Лучше отсюда сваливать. Потому что сейчас 4 свала как высунутся из этих скал. И вы отсюда просто вообще не уйдете. Особенно если там был Зумы. Хорошо попадающий ребят. Я бы лучше тут не рисковал. А пошел бы выше на горку. Но и мы видим лесопилку. Забирают себе ликвид. Верхнюю часть. Северную. Там, где находятся Гарри Поттеры. Низинки. В общем, там круто. Если честно, можно удерживать. Тут страдают жаркие. Смотри. Вот те вот прострелы, которые мы тогда обсуждали. Что есть от парней из Южного Джорджиполя. Вот Робина уже нокнули. И DX1. Не грози Южному. Джорджиполю. Джорджиполю. Или жарки. Попивая сок в починках. Все нормально. Вообще отличное название. Я кайфую. Но надеюсь, что скоро ребят подпишут. Очень уверенно в выступление. Но теперь уже обратно нет. Теперь уже дорога куда-то повыше. Нацелены парни. Посмотрим. Не знаю. Virtus.pro. Ну, тут есть кто-то из Европы. Еще куча коллективов и организаций. Да, да, да. Есть еще одна организация, которая подписала себе одну американскую организацию. Южно-американскую. Да, ну расскажи. Моя любимая команда вообще. Которая я тащусь. Secret. Команда, которая на любом турнире последнее место. Которых забанили? Которых, да. Еще там забанили. Ну, на самом деле в шоке с этой командой вообще. Парни ничего не выигрывают. Всегда последнее место. Тут же получают дисквал. Читах обвиняют. Да, еще и они Team Secret. И я вообще не понимаю, как так происходит. Взяли бы вот Back From Jarky. Они хоть играют. Back From Jarky, да. Ну да ладно, друзья. Смотрим за зоной. Пока что Джаза на наших экранах. Удерживает Кемпик вместе с тиммейтом. Ну, в общем-то, у них тоже тяжелая ситуация. Роги тоже все-таки от них больше на этого чемпионате ожидал. Но видно, что уровень растет. Игроки постоянно, команды прогрессируют. И постоянно нужно следить. Нужно быть в топе. Нужно быть в форме. Нужно постоянно участвовать в турнирах. Нужно поднимать постоянно личные скиллы. Следить за соперниками. Сейчас PUBG развиваются просто жестко. Уже через месяц можно не догнать многих ребят. Шучу, конечно, хороший Аймер всегда. Мирок отличный. Найдет место PUBG. Что там? Прострелы по парням из Jarky. Пытались, видишь, за кругом пробежать. Но там хороший спот у Сау-Джорджа и, конечно же, у боссов. Пострадали, как и Альянс в этом матче. Да, с двух сторон закрыли полностью команду. Ну, один еще живет, видишь, в кругу он там по-прежнему кое-как ютится. В общем-то, фавориты по-прежнему на карте. Южный Джорджик, Фейз Им. Очень близко находится к Фейзам команда Liquid на лицопилке. Уже их обсуждали. Сюда же заходят рыцари потихонечку. В общем-то, весь топ собирается ближе к центру практически. Снизу с мильта заходит Пента. Метод. Там же Роуки. Там же Ап. Там же Гиганты все-таки проехали. Там же Соло, Сингулярити, Тидав. Бланки тоже уже без игрока пытаются. Ну, по склону придется подниматься на лицопилку. Гиганты разделены. Копингогенские Флеймс остаются на своих позициях. Опять же, помним, под горкой там машины у них были поджаты. Ну, в общем-то, возвращаемся к Ларсону, команде Южного Джорджика. Посмотрим, что тут ребята втроем придумают. Круг на парней из Южного Джорджика. Либо на колдунов. И на Кнайтс. Ну, знаете, вот Визарды, ну, не знаю. Вот я смотрю на их статистику, статистику киллов. Вот вроде хорошая позиция. Мы их пока не видим. Да, что их сейчас просто разорвут. Налетят Red Zone, и сейчас Ван, и Найтс, и Ликвид. Сейчас уже, посмотрите, по холму с другой стороны заходят. И там такое сейчас начнется, что станет страшно команде Визардов, мне кажется. Ну, посмотрим. Может быть, это тот самый матч, который они смогут тут все-таки выстоять и показать свой уровень, и то, что все-таки до этого это были какие-то ошибки. О, что там происходит? У парней из Борс какие-то проблемы. Минус два. Где-то там они перевернулись. Парни из Жарки покидают эту карту. Погибают все, кто из их. Икс отрывается. Врывается, агрессивно очень залетает на крышу. Хорошо смог долететь на байке. Просто на полном морозе, да, врывается. И посмотрите, да, получается, 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 ворваться даже в ангарчик. Тем временем под горкой страдает команда Бетта. Отстрел от Grow Up. Ну, правда, самим тоже нужно будет на мертв заходить. Сверху Монвольф. Также участвуют драки. С другой стороны карты, там, опять же, Южный Джорджик работает против... Добивает, по-моему, Кабанов сейчас остаток. Да, по идее... Нет, нет, там еще кто-то оставался один. Либо... Пока минус Пента. Смотри, было 18 вроде, да. Погибли у нас Жарки, Альянс и Пента. По-прежнему кто-то один из Кабанов жив. Какой-то Кабанчик есть на карте. Морфеус, да. И даже с тиммейтом. Тиммейта много. Тиммейта добивают. Все, последний Кабанчик остался. Скушали последнего Кабанчика. Все, минус Айзека Борс. Занимает 17 место ребята. 16 команд на карте. Так, и посмотрим, что делают парни из Саут-Жорджа. Ну, тут лутаются как бы... Да, все понятно. Будут играть дальше в лес, заходить отсюда. Они с вас поддержат пока. Ну, там все-таки Крейзик Эйджмен. По-прежнему он даже не двигается. Он остается на месте. Его не нашли. Может быть, он еще устроит этому южному. Георгополю покажет, как нужно играть в PUBG. Ну что, а в полном составе еще умудрились. Посмотрите, подобраться под лесопилку. Правда, там нужно пройти либо всю лесопилку, либо с другой стороны выйти на ликвид, либо с этой стороны на 20-й скват. Это будет все равно не так все просто. Да ладно, что творит гигант Диггс? Очень плохой залет, хотя он выживает неплохо. Ненадолго. Ну да. А вот говорит Хаксет, привет. Я это сделал побыстрее. Мой матерцикл уже внутри. Да. Ну, ФСы, конечно, спалились сейчас перед всеми, кто вокруг. Но они там в сейве живут. Смотри, они спритятся. Хаксет 1, джемпти, остается снаружи. Ну, что делать? Да, джемпти остается ближе к центру. Хаксет садится в этот цикл. Так, переехал другой ангар. Получил уже прострел какой-то. Там колдуны сверху просто смотрят сейчас. Так, а ну иди сюда, Хаксет. С другой стороны команда ликвид. А вот и метод в полном составе. Поджимаются к рыцарям. Рыцарей 2 плюс 2 по Гарри Поттерам разделены пока что. Тем временем бланки начинают перестрелку против Red Zone. Red Zone четвером. Сейчас будут работать, кстати, четыре ствола. У них тут есть шанс выиграть эту перестрелку. И поджаться поближе к своим оппонентам. Зря тут начали, по-моему, бланки мочить своих врагов. Блайси. Ну, на него заходят сейчас. Не факт, что зачекывают. Скорее всего, тут не ожидает вообще никого видеть парня из апп. Лежит за камнем, не шевелится в траве. Попробуй угадай, что здесь кто-то есть. Ну да, там слишком сложно определить такую позицию. Ха-Ешчки залетают, пока далековато. Так, нашли уанов. Минус фейк. Вард отличный минус сделал. Все-таки нет. Одного из разведчиков под собой забрали. Остается еще игрок от Антисова. Так, айц, что тут такое? Залетело в голову просто так вот пару патронов. Ой-ой-ой, Блэйси принимает, не замечает его. Ну все. Апы должны хелповать, апы должны хелповать здесь. Да ладно, Нерлоуди не вышла, не задушила. Сейчас второго можно мочить. Минус два, минус два. Ну а где остальные апы мочить? Да быстрее не парься. Что за распродажу? Ой-ой-ой. Почему продают своих тиммейтам так? А теперь ему кто-то помогает. Посмотрите, здесь, по-моему, настреливают еще по соперникам. Моллман. Моллман хорошо закрывает здесь Волков. Также есть минус. Блэйси живет. У него еще раз выходят. Ну, если бы он еще одного уработал, был бы какой-то нереальный момент. Да, тут вот как раз хамстер-хамячок подобрался и попытался тоже поучаствовать в этой перестрелке. Отлетают кто гиганты? Эль-гиганты уничтожены. Рэдзон сейчас тоже, по-моему, будут уничтожены. Визарды удерживают. Пока что свою позицию ближе к центру этого круга. Монвульф сейчас, конечно, пытаются пройти через метод. Недалеко до зоны, да иди, если честно, есть и шансы. И есть еще тут камушек. Но и с одной и с другой стороны соперники. То есть, ну, как бы широко играть не получится. Придется напролом пробиваться. Хотя тут нет. Очень серьезная драка. И вообще, по-моему, не собираются не уходить. Хороший пик. Могло подлететь. Повезло здесь. Снэк. Снэк. Ну, там на краю зоны вряд ли бы кто-то стоял. Не самая лучшая идея. Возможно было выбрасывать туда ее. Но круг как только пойдет, вот тут будут проблемы. Кому как уходить. Это серьезный вопрос. Очень сложно. Потому что будут снять их друг. А по методам очень плохо не залетают. Неплохо запушили тут. И сам метод в другую сторону. Размен есть. И все вроде нормально. Тут больше никого. Хотя есть апы рядом. И флеймсы. И по-прежнему выйти не так уж и просто. Прострелы по апам идут. Флеймсы пытаются выйти в спину. В те времена мы видим Liquid. Заняли призн. Там по-прежнему хоксет. Поменял себе ангар. Поджался ближе к основному корпусу. Здесь пытается... О, нет, нет, нет. Здесь уже ничего не пытается. Игрок Grow Up отлетает от фивера. Ну и смотрим. Копенгаген заходит на горку. Копенгаген Flames. Ну и, в общем-то, здесь они уже на лесопилке. Совсем скоро встретят команду Method. Там же находятся найцы. По-прежнему 2 плюс 2. Здесь находится команда Rogue. Ну, сингулярия Титидоуф. Ну, попытается, конечно, сыграть как-то в соло. Но, скорее всего, ему здесь тоже будет тяжело. Хотя у него есть там справа абсолютно свободная зона. Под призн. Там на король Лев на этот камень можно выползти. Бланки решили заехать в призн. Такие, а давайте мы сейчас заедем в центр. Когда идет уже третий или четвертый круг? Это очень отчаянный мув был только что. Парни из Сауджордж принимают спину Red Zone. Не получилось следать прострелы. У Ларсена могут быть проблемы. Там парни на него все развернулись. Уже пошли прострелы. Ларсену нужно жить. Ну, смотри, он целый отвертый маня. Тут же пытаются в Ланке. У-у-у-у! Мирок! Отличная работа с Ларсеном. Минус транспорт и минус команда в Ланк. Так, буквально на краю зоны находится сейчас Welcome to South George. И, ребятам, сложновато. Ну, вроде бы, выходит. Здесь тоже битва продолжается между Flames и Методами. Ну, и кто кого? Давайте посмотрим. Нок 1, Нок 2. Фибер в соло остается против всей команды Методов. Ну, что же, Смоук нужно... Нет, нет, нет. Пассивно отлежаться против троих нельзя. Уже должен вылетать. Уже кого-то нокоть. Хорошая хае-неместа! Ничего себе! Минус 3! Минус 7! Минус 7! Просто минус 7, друзья! Это просто... Как он это сделал? Это батя на хаешку, значит, залетела. Уже казалось, все, его зажимает со всех сторон. Но ребята тоже попытались спасти своего. И так же не ожидали такой жесткой раздачи. Двое нарвались на хаешку, третий набежал на прицел. И это было очень круто. Фибер еще и спасет своего. Это жесть. Это жесть. За зоны, за зоны, братик. Вползай. Вползает. Все, спасет. Какой красавчик. Казалось, шансов практически ноль. Дроп падает на команду Liquid. Помощь команде Liquid падает, да? Да, так отступают. Поддержка. Мы помним, Wizards находились там на скалах. Ты же с другой стороны призвана. Но потихонечку прогоняют Liquid. И уже такой... Ну, нет, нормальная позиция, конечно, у колдунов. Но посмотрим, что они будут делать сейчас. Да, они стреляют по всем. Что тут думать Liquid? Они будут принимать Liquid сейчас. Они будут принимать Liquid. Wizards нужно сейчас просто в 7 месяцев развернуться и принять команду Liquid. Иначе это будет беда. Тут даже уже Liquid занимает, что шансов нет. Сэмпти просто подвлекает на себя внимание. Уводит прицел. И сейчас вот-вот взорвется УАЗик. Ну, а где остальные? Почему нет работы от остальной команды? Вот они пошли прострелы. Это пока Сэмпти. Это пока Сэмпти отработал. И вот только сейчас выходит Ибица. Не понимаю. С СССР. Прицелов нет. Посмотри, прицелов просто нет у него. Мы помним, как они уезжали. Они уехали с Ясной Поляны очень рано. С своих спотов со всех. Очень быстро заняли позицию. Приехали, там 4 дома. Ну, окей, пролутали. Потом пришли на лицепилку. Ну, там тоже не всегда. Даже на чемпионат настройках ты можешь налутать. Хорошие гранаты. Есть очередной нок. Ну, и Ликвид все-таки, по-моему, прожимает соперников. И что сверху? Ну, как так? Как так, колдуны? Ну, не до контроля. Видишь, там слишком сложновато. Отвлеклись на Red Zone, который впереди. Забыли на секунду о спине. А тут классный фейк от Ликвид был. Когда одного отправили. Они просто слабее. К сожалению для них в этой ситуации. По стрельбе их. Ну, нет опыта. Нет такого опыта. И вот, знаешь, понимание приходит только, когда ты там сыграешь 10 тысяч таких матчей. Где ты будешь в каждой ситуации точно разбираться. Ликвид таких матчей сыграли очень много. Но в Wizard такого опыта, к сожалению, нет. Тем более нет опыта Лана, когда на тебя давит, в принципе, вся обстановка. Вроде бы все контролировали. И была информация. И по Ликвид все знали. Все равно разделились 2 плюс 2. Оказались двое за Гарри Поттером, на которых пушат четверо. И вроде бы там наоборот все должно было быть. Вы должны были уничтожать Ликвид. Там уже мы видели, как просто рисковали парни. Мчали уже все это вабанк. Чуть ли не маневр такой был, по крайней мере, от одного из игроков. Но все получилось. Давайте посмотрим, что дальше. Рыцари добивают Фивера. Это делает Voxx, гранаты. Ну, это был Нокнут. И Нокнутого просто добили гранаткой. Ну, а колдуны продолжают биться с Ликвид. Все-таки два игрока оставались чуть выше. Они бьются. С Кума даже Нокнули там, смотри. Им как Сет в этот момент ползет. Ползет в спину. Хотя нет, он просто контролит, закрывает зону. А ему не за чем драться. Он лишний раз откроется. И сам прекрасно понимаешь ситуацию. Фейс-клан. Насколько тут важна каждая позиция. Каждые там 10-15 человек, которые могут они заработать. Прилетело, застрелял. Очень долго перестреливался. Очень долго работал по Ликвид. А прилетело вообще с другого конца карты. Это Red Zone, которым они до этого, помнишь, пытались дать прострелы. Там не только Red Zone. Там даже Саунд Джорджик по ним стрелял. И также попадал. Ну, в общем, Южный Джорджик удерживает свои лидирующие позиции. С одной стороны, тут Джемпти. Есть гости. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это рыцари. Видит одного дальнего. Но, может быть, все-таки лучше с ближним справиться. Потому что это будет жесткий вариант. Нужно жить пока. Но тут очень сложно. Надо выходить и убивать. Привет. Есть минус. Нет, не успел минуснуть. Это же последний отрабатывать. Какой широкий выход, да, у Кнайт сейчас был? Очень широкий. Очень широкий. Просто не было сейва. Ты, как бы ты с этим камнем ни крутился, просто везде были рыцари. Просто везде были. Всегда есть хелпа, да. Да, всегда была хелпа. Даже добить особо быстро не получилось. Хотя вряд ли они спасут игрока. Или спасут. Спасут, спасут. Вообще фантастика. Да, да, там уже рез. Там уже пошел рез. Тут же Red Zone выходят за ликвидами. Джаза получает от Ларса на прострел. Мы смотрим, будут ли проблемы. Сейчас сможет ли Red Zone дожать. Вот это беда. Не нокнул сразу. Нокнул сейчас. Пришлось потерять немножечко времени. Ну, и сразу же прилетело от кого Джимса. Да, помнишь, он же в соло играет. А нет, он в лоб так смог прострелить. И закрывает всех. Как? Жесть. Как? Просто фантастика от команды Ликвид. Тем временем фейс. Также на карте. Рыцари. Заходят в центр. С другой стороны. Южный Джорджик. Ну, в общем, все лидеры. Все те самые жесткие команды остаются на карте. Плюс фейсы вдвоем. Ну, и только Копенгаген Флеймс тут, кажется. Ну, фейс один. Один игрок. Копенгаген Флеймс в этом топе. Хаксет дает минус. Фейс двое же? Минус. Нет, ты помнишь, добили под Хаммер. Остался хаксет. Все, он один. Конечно, да. Ну, что ж. Осталось добрать Пунирайдера. Хаксет, скорее всего, жидкие закроют здесь. Вот они. Потекли. Ликвид. Да, все, Ликвид выходит. Прострелы. Ой, какое хорошее попадание. У Джемса, походу, нет ни броньки, ни шлема. Тут уже все, да. Тут не выйти. Сэмки очень больно залетает. Когда нет никаких у тебя арморок. Воксик в хорошей позиции. Четыре игрока у команды Кнайтс. Есть все шансы. Хорошие прицелы. Они в зоне находятся. Сейчас как раз в спину по этой стрельбе зайдет команда Южного Джорджика. И по идее даже теоретический шанс оставался у Хаксета. Но его находит Воксик. Минус Хаксет. Три команды остаются, но и за этот раунд ничего не набирают по итогу Фейзы. Ну и вот топ-3 остается на карте. Найтс, Ликвидс. То, что Фейзи четвертый, ничего не меняет. Да. Все только хуже становится. Это считай, что ты занял последнее место. Ситуация ни капли не изменится. И станет еще хуже. Да, фавориты наберут еще больше поинтов. В скорей смысле фрагов там нет. Ну, во-первых, у них позиция лучше. Они на плюс 100 уже выходят каждый. И фрагов куча там нет. Минус 2 было в начале. Двоем просто выживали, лежали на брюхе. Фейзы просто не келяли никого. Да. И вот такая ситуация. Ну и в итоге фавориты показывают в этой катке, что действительно эти три команды достойны. Остается Южный Джорджик против команды Рыцарей. 3 в 4 идет Драка. Ну и, конечно, Южному Георгополю было бы неплохо сейчас как-то дать первый нок. Но будет, наверное, наоборот. Как мало ХП у Шведа остается. Живут, живут. Пока живут тут. Смотрит два патрона. Мало ХП. Перезаряжается. Посмотрите, магазин. Хорошо. Вот круг, правда, не очень приятный. Парни иногда открываются. Давай, давай. Саун Джордж неплохо выдают. Посмотри, есть минус 1. Сразу же добивают информацию. Выровняем ситуацию по игрокам. 3 на 3. Там сверху есть один шпион. Нужно вот этого Шведа принять. Воксик кушает вместе с тиммейтом. Также очень хорошо вдавили Ларсена. Никто не мог хылпануть. Воксик вообще хорошо раздает. Ну и смотрим за продолжением этой драки. Но уже ситуация очень неплохая для Рыцарей. Нужно как-то прийти к своим тиммейтам. Нужно уходить отсюда к Дрейдену. Смоки. Выбрасывают смоки еще. Варт пытается начекать. Через прыжочек. Но сами много тут спалились. Тут парни из Саун Джорджа. Варт остается один. Ну и Рыцари могут потащить. Есть все шансы. Но пытаются отработать, добить. Не знаю, что там в смоках. Не знаю, что там в смоках. Нужно выбегать. Нужно выбегать в круг. Зона через 10 секунд. Все очень-очень сложно становится для последнего края из команды Саун Джорджа. Сможет ли Варт потащить? Плюс плохой прицел и АКМ. Ну что, друзья. Бирксбург Найтс походу сейчас смогут затащить каточку. Хотя Варт против. Пытается как-то спасти ситуацию. Ну что? Воксик. Ну, по идее, смотри, там у него тиммейты дают инфу. Ползают, что-то видят. Но в круг нужно входить. Самая большая проблема, что входить нужно в круг. Уже получает Варт прострел. Использует аптечку. Успеет ли он ее заюзать. Сразу в лицо прилетел. Просто Воксик нереально тапает. Просто нереально. Он не оставляет шансов. Да. Очень сложно пытается поджать. И Варт погибает. Ну что ж, отлично играют парни из Кнайтс. Укрепляют лишний раз Кнайтс. Ликвид. И парни из Сау-Джордж. Свои позиции в турнирной таблице. Ну, по поводу Фейс-Клан. Как бы, по-моему, все. Я не вижу опций. По тысяче киллов делать. Миллион убийств. Два топ-1 подряд. Два топ-1. Плюс куча киллов. И то, надо, чтобы соперники еще где-то влетали. Ну, насколько это вероятно? На один процент. Ну что ж, дождемся цифр. Дождемся турнирной таблицы. Сейчас есть куча мест, где вы в интернете можете посмотреть, что же там поменялось. И, конечно же, и твиттер можно использовать. Мы вот и твиттер, и ликипедию используем. И сразу несколько там ресурсов, где мы следим за вообще вот всеми событиями на этом чемпионате, друзья. Ну и действительно, все самое интересное. Впереди два решающих матча. Конечно же, битва за топ-3 продолжается. Битва за топ-1 уже, наверное, давайте называть ее так. Сейчас вот очень интересно, Найт смогут ли там кого-то обогнать, выйти на первую строчку. Дед Энджел, ты уже провел какие-то подсчеты? Я уже смотрю, да, они первые теперь.